Но ты согласна, что мир магии это своеобразный наркотик? Затягивает. Но все-таки это не настолько страшный наркотик, как те, о которых сейчас мы будем с тобой говорить. Дело в том, что у нас уже есть гость. Особый человек. Уполномоченный представитель Национального антинаркотического союза по Республике Крым Юрий Платыцын. Да, и эта тема очень сложная. Кстати, у нас вчера, ты помнишь, да, мы говорили о ситуации наркомании в Крыму в целом. И оказалось, что эта проблема для нас очень актуальна и распространяются сейчас в основном синтетические наркотики. Поэтому тему мы все-таки, наверное, продолжим в каком-то таком русле. И думаю, Юрий Владимирович Платыцца нам как раз более подробно об этом и расскажет. Доброе утро. Доброе утро. Ну давайте, наверное, скажем о реабилитационном центре антинаркотическом, который в Крыму, он есть уже, существует. В Крыму существует и не один реабилитационный центр. В состав фонда «Затрезвый Крым» на данный момент входят такие три реабилитационные центра. Один расположен в городе Севастополе и два в городе Симферополе. В общей сложности сейчас проходит порядка ста человек курс реабилитации от химической зависимости. В основном это люди, употребляющие синтетические наркотики, которые заполонили наш город и нашу страну сейчас в целом. То есть они сегодня все так же на первом месте находятся? На самом деле так и есть. Не по опасности. Но я еще знаю, что в конце августа открывается лагерь. То есть это не центр, это лагерь, который будет временно действовать. Совершенно верно. Такая практика существует уже порядка 15 лет. И лагерь Национального антинаркотического союза, региональным представителем которого является фонд «Затрезвый Крым», будет проводить лагерь в Крыму, в песчаном Бахчисарайском районе. В конце августа с 28 числа по 3 сентября эта площадка примет порядка 800 зависимых людей. Прошлый лагерь, проходящий в Москве зимой, собрал больше 1500 зависимых человек, участников этого терапевтического мероприятия. Лагерь будет очень интересный. На протяжении 6 дней люди, вовлеченные в это мероприятие, ощутят на себе большой терапевтический эффект. Тот эффект, который невозможно ощутить дома, бросая употребление, либо попадая в медицинское учреждение. Когда ты лежишь на кровати, смотришь на серые стены, и тебе кажется, что отказаться от наркотиков не приносит никакого удовольствия, никакой радости. Но когда ты попадаешь в большое мероприятие, где приезжает большое количество звезд, спортсменов, а в этом лагере будут присутствовать и Федор Емельяненко, проведет открытую тренировку с зависимыми людьми, и большое количество спортсменов, звезд, эстрады. А кто именно, если не сексурует? Будут рэперы, будут футболисты, Александр Самедов, Дмитрий Камбаров, люди, которые играли за сборную России. Будет Дмитрий Цемпленков, армрестлер. Большое количество звезд. Сейчас идет согласование, сами понимаете. Есть особенности у Крыма, и не все медиа-личности могут сюда спокойно прилететь и поучаствовать в этом мероприятии. Но, несмотря на это, люди, видя эту атмосферу, попадая в этот терапевтический эффект, получают невероятный заряд позитивных эмоций, которые сильно сказываются на их выздоровлении. Ну, а все-таки, вот мне интересно, какой, извини, Саша, какое их будет участие в этом? Они будут предлагать вам такую моральную, наверное, психологическую помощь, да? Или даже где-то они будут, не знаю, агитировать за то, чтобы бросили... Они будут заряжать свои энергии. Когда Федор Емельяненко жмет руку зависимому человеку, только вставшему на путь трезвости и говорит, что с помощью спорта ты сможешь отказаться от употребления и будешь двигаться в сторону трезвого образа жизни, для человека это заряд. Он эту легенду видел по телевизору, следил за ним. Но это действует? Это очень сильно действует. Когда люди известные становятся на один уровень с участниками лагеря и просто своим энтузиазмом показывают, что не стоит ставить крест на своей жизни. Есть другая жизнь, есть возможность. Просто сейчас нужно преодолеть свое заболевание, свою зависимость. Это позитивный. Плюс они украшают каждый день наши творческие мероприятия, вечерние концерты. И тот позитив, который идет со сцены, он очень сильно сказывается на внутреннем состоянии зависимых людей. То есть, по сути, это лечение хорошим настроением и, скажем, тем образом жизни, к которому люди должны стремиться. Совершенно верно. Но помимо этого будет большое количество спортивных мероприятий. Футбол, волейбол между регионами, пейнтбол, творческие мастер-классы. Большое количество вузов даст гранты на обучение для людей, проходящих реабилитации в Национальном антинаркотическом союзе. Юрий Владимирович, я знаю, что у Вашего заведения «Татрезвый Крым» есть своя футбольная команда, которая имеет даже отдельные успехи. Совершенно верно. И в этот раз в лагере мы претендуем тоже на высокие места. Помимо команды эбилитантов, также будет участвовать в соревнованиях и команда сотрудников, которая уже не первый год играет в Крымской футбольной лиге по мини-футболу. Ну, а вот я бы хотела узнать по поводу, наверное, того, как принять участие, как попасть в этот лагерь, хотя все-таки там оказаться не очень хочется. Многие гости, приезжающие в лагерь, воспринимают это как опасную территорию, на которой соберется большое количество зависимых людей. Но когда люди приезжают в лагерь, видят эти счастливые лица, ребят, девушек, которые смогли отказаться от зависимости, видят искренние слезы родителей, которые гордятся за своих детей. Гости окунаются совершенно в другую атмосферу и очень сильно наполняются сами энтузиазмом и желанием быть сопричастными и участными в борьбе с зависимостью. То есть правильно я понимаю, что не только зависимые люди, но и всякие желающие могут побывать там? Могут. Там есть определенные требования и критерии, потому что это особенная площадка. Там проходят курсы реабилитации зависимые люди. То есть нельзя просто так там будет употреблять алкоголь, либо еще какие-то вещества. То есть здесь строгий контроль на входе. Всегда подаются списки организаторам. И если кто-то хочет поучаствовать в терапевтическом лагере, то добро пожаловать. К нам идут обращения из Омска. Приезжают в лагерь участники из Екатеринбурга, Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Казань. Городов большое количество, долго перечислять не буду. Также будут представители и других стран. Ведь не секрет, что Национальный антинаркотический союз своей деятельностью показался на площадке ООН. И представляет там Российскую Федерацию, показывая, как эффективно бороться с зависимостью, альтернативными способами. И данные лагеря хотят применить в своей стране такие страны, как Молдова, Азербайджан и даже Уганда. Уганда. Ирина Владимирович, ну а все-таки вот как? Я хочу побывать, например. Что мне нужно для этого? Ну я независимый человек. В хорошем понимании этого слова. Вы можете обратиться на горячую линию Национального антинаркотического союза, зайдя на сайт, либо позвонив по телефону 8 800 500 550. И соответственно подать заявку на участие. После того, как вас внесут в список, обратившись к организаторам, попадете в данное мероприятие. Ну а примерно сколько участников будет? Сколько вы ожидаете человек? Мы ожидаем чуть больше 800 человек. Это те, кто нуждается в реабилитационной помощи? Или это вместе с приглашенными звездами? Это вместе с приглашенными звездами, с участниками, с творческими коллективами с Крыма. В общей сложности будет порядка 800 человек. Возможно будет и больше, потому что, как показывает практика, в прошлые годы пришлось доставлять стулья для того, чтобы на вечерних концертах все желающие смогли уместиться. Чувствую себя комфортно. Ну а технически возможно в песчаном небольшом поселке разместить такое тысячу человек? Возможно. Для этого уже не первый год нам помогает детский лагерь «Мандаин». Дети уже заканчивают свой сезон, и эта площадка, она предоставляется нам для участия в этом лагере. Заезжают взрослые. Что касается аппаратуры и остальных технических средств, то здесь идет сильная поддержка. Если в Москве нам помогает телеканал «ФМ», «Жара», то в Крыму мы тоже с помощью привлеченных специалистов, других направлений создаем такие условия, чтобы максимально было комфортно. Всегда идут прямо и фриеры. Большое вам спасибо. Напоминаю, в гостях у нас в нашей студии Юрий Владимирович Платыцин, уполномоченный представитель Национального антинаркотического союза в Республике Крым. Еще раз вам спасибо за ваш очень интересный рассказ. Спасибо. Спасибо большое. Ну а мы продолжаем наш эфир.